Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каюта командира корабля... Каюты офицеров... Офицерская кают-компания... Стол кают-компания являлся одновременно и операционной. Над ним установлены софиты. Врач с помощником, химиком, сам инструктором мог проводить... Это для командира. Второй отсек. Носовой, аккумуляторный и желот. Через стеклянные вставки в дверях можно рассмотреть внутренние помещения. В отсеке расположена рубка гидроакустиков, где действуют приборы, работающие в режиме шума и эхоперенгации, звукоподводной связи и обнаружения гидроакустических сигналов. Всегда существует проблема собственной скрытности и повышения дальности обнаружения противника, что успешно решалось на Б-413. Первая и вторая группы аккумуляторных батарей, для подзарядки которых в среднем раз в 4 дня лодка должна всплывать в надводное положение, чтобы обеспечить движение под водой. Каюта командира корабля, каюты офицеров, офицерская кают-компания. Столковым компанией являлся одновременно и операционным. Над ним остановился садик, который врач с ломошником или конституционным инструктором мог проводить операцию. Здоровый отсек. Носовой, аккумуляторный и желот. Через стеклянные вставки в дверях можно рассмотреть внутренние помещения. Рудка гидроакустика. Действует прибор, работающий в режиме суммы и эхоперенляции. Желукопозвольник ядер и обнаружения гидроакуистических сигналов. Всегда существует проведенный стол. И повышение дальности обнаружения противника, что успешно решалось нам дочитать. А это для операции. Ой, блин, это не застрять бы тут. Средним раз в 4 дня лодка должна всплывать в надводное положение. Положение, чтобы обеспечить движение под лодок. Каюта командира корабля. Каюты офицеров. Офицерская кают-компания. Столком компания являлся одновременно и операционным. Над ним установлены сопи. Врач с помощником, с ломошником, с инструктором мог проводить операцию. Второй отсек. Носовой, аккумуляторный и желот. Через стеклянные вставки в дверях можно рассмотреть внутренние помещения. В отсеке расположена рубка гиброакуистиков. В действиях прибора, сработающие в режиме шума и эхоперенгации. Вертикальный трап, рядом с которым надпись аварийный выход, введет в боевую рубку и на ходовой мост, куда попадаем через буквы. Эй, блин! Застряну сейчас! Перескопное устройство позволяет визуально наблюдать за поверхностью моря и воздушным пространством. Перескопное устройство позволяет визуально наблюдать за поверхностью моря и воздушным пространством. Обычно на лодках устанавливают два перископа. Командирский и зенитный. Из рук попадаем в четвертый отсек. Третий отсек. Это центральный пост управления. В нем расположены главный командный пункт. Командный пункт штурманской боевой части. Рубка радиометристов. Боевой пост управления вертикальным рулем. Боевой пост управления кормовыми и носовыми горизонтальными рулями. Боевой пост управления станцией погружения. Аккумуляторный отсек. В нем расположена рубка радистов. Рубка особого назначения. Секретная часть. Камбус. А то мы не знаем, что ход запрещен. Каюта командира БЧ-5. Каюта компания Старшин. Третья и четвертая группа аккумуляторов. Вот где все хранится с добровым сейфом. Для этого судна в боевой корабль понадобились два раздельных двигателя. Дизели для передвижения в надводном положении и электродвигатели с громоздкими аккумуляторами для плавания под водой. Дизели для передвижения в надводном положении. И электродвигатели с громоздкими аккумуляторами для плавания под водой. Пятый отсек. Ведет две. Четвертый. Кормовой аккумуляторный отсек. В нем расположена рубка радистов. Рубка особого назначения. Секретная часть. Камбус. Каюта командира БЧ-5. Каюта компания Старшин. Третья и четвертая группа аккумуляторных батарей. Для передвижения в надводном положении и электродвигатели с громоздкими. Шестое отсек. Попадаем через дверь. Пятый. Дизельный отсек. В котором расположены пост управления дизелями. Два бортовых дизеля надводного хода 2D42M. Средний дизель надводного хода 2D42M. Два дизель комплекса. Система кондиционирования воздуха. Вдувной и вытяжной вентилятор. Над средним из двух дизелей поднята крышка с надписью. Механизм крышки цилиндра. Электрическим двигателем предшествовали паровые машины с паровым котлом и топкой. Которые требовали для работы кислорода. Подача которого под водой всегда была проблематичной. Без кислорода могли обойтись пружинные и пневматические двигатели. После изобретения аккумулятора стало возможным использование электродвигателя. Но скорость передвижения под водой уступала скорости надводных кораблей. А емкость аккумуляторов ограничила во время пребывания в подводном положении. Следующим этапом совершенствования подводных судов стало появление на них атомных двигателей. Которые требовали для работы кислорода, подача которого под водой всегда была проблематичной. Продолжение следует...